Приветствую вас, давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Очень сложная ситуация в отношениях с мамой. Я жил с ней по одной крыше полгода, за эти полгода отношения испортились, да нельзя. Она не хочет со мной общаться, но беспокоится о внучке, грудничке. Меня упрекают в ошибочном замучестве, разводе, преждевременной беременности, до свадьбы, все это напоминает прессорах. Я очень нервничаю, мне не с кем поделиться с этим. После свадьбы она стала относиться ко мне как к чужой, после развода стала жить с родителями, как будто в удолжении желаю родителей. Она всегда говорит неблагодарная, бессовестная, сестра старшая упоминает о моей ошибке всегда, а с какой целью, чтобы меня обидеть, снова задеть. Отношения ручатся, мне тяжело одной с маленьким ребёнком. Ещё и мама отвернётся, и сестра, я знаю, что сама виновата в своей ситуации, зачем постоянно напоминать мне это. С какой целью мама не нуждается в моём общении давно. Я плачу, не знаю, как мне быть. Ищёт меня, хочет она. Попросила прощения, ничего хорошего не вышло. Дорогие психологи, как мне быть, я очень устал от этого. Ой, какой у нас выход. Уважаемый отверт вопроса. Давайте сначала спросим себя, как быть, чтобы что. Ну, ну, то есть, цель-то какая? Маму убедить в том, что вы не виноваты. Например, ну, например, маму поменять, чтобы она, ну, приняла вас, например, опять. То есть, какая цель, с чего вы хотите? Это первое. Чисто глобально, я думаю, что проблема заключается в том, что вы себя вините сами. То есть, в том, что вы сами себя обвиняете, вот, в чём-то, сами себя вините. А люди вокруг вас, получается, просто отрекаливают вам, ну, ваше к себе отношение, скажем так. То есть, если вы себя вините сами, если вы считаете сами, что вы сделали что-то плохое, да, вот, то и другие люди будут, ну, по-видимому, по-видимому, а также считать, что вы действительно виноваты, вот, при том-то, что, ну, вот, то, что вы описываете, да, как-то очень похоже на протест, если честно, очень похоже на какое-то вот, ну, не знаю, желание, потребность доказать, что, то есть, как я понимаю, как я, как я понимаю, вы пошли против, ну, против каких-то норм, вы пошли против каких-то правил, вот, вы пошли против убеждений, ну, понятно, что, возможно, не своих, а возможно, а возможно и своих, вот, вы пошли против этого. Соответственно, не будучи до конца уверены в том, что вы делаете, что вы поступаете правильно. Как будто бы, да, то есть, как будто бы вы вот, как не были уверены в том, что делаете, ну, в том, что делаете, так вы, в принципе, и не уверены, вот, и, собственно, сейчас вы себя как будто бы корите и вините именно за то, что изначально, вот, были не уверены в том, что делали, в том, как, вот, значит, поступали, вот, и так далее. То есть, вам здесь надо бы, наверное, заметить, в первую очередь, а чего я хотела, когда вот, когда вот это все делала, да, когда выходила замуж, когда, там, например, ну, допустим, беременела, да, когда, там, разводилась, вот, чего я хотела, чего я хотела. Какие у меня были, ну, какие у меня были желания, вот, что мне было важно, и, в общем-то, что изменилось сейчас. Понимаете, то есть, мне кажется, что вам, если вот с чем и работать, да, то вам, наверное, имеет смысл работать с своей самодостаточностью, скажем так. То есть, это вот та проблема, которую, на мой взгляд, является определяющей здесь, вот. То есть, это вот именно та, как мне кажется, проблематика. Вот, и, соответственно, учиться опираться на себя, учиться опираться на свои собственные чувства, ценности, желания, смотреть в сторону, ну, собственной реализации, смотреть в сторону того, чтобы самостоятельно жить, а не опираться, там, допустим, на вашу маму или на сестру. То есть, у меня есть такое ощущение, что вы, как будто бы, вот, не знаю, как будто бы ждёте постоянно чего-то, вот мамы, от детей ждёте какой-то поддержки, может быть, а вам этого не дают, не дают поддержки, и вы всё время, вот, как-то находитесь в разрушировании, в обиде на своих, ну, на своих близких. А вот, и, собственно, от этого тоже страдаете достаточно, ну, достаточно сильно, как мне видится, по крайней мере, вот, поэтому самооценка, самодостаточность, страх, одиночество у вас, по-видимому, ещё присутствует в довольно такой, сильно, я бы сказал, сильно, я бы сказал, форме, вот. И вам от этого очень как-то вот, ну, тяжело и больно, что сами по себе, да, сами по себе, себя, вы обецениваете, вот, обецениваете, причём, себя вы, на мой взгляд, довольно сильно, то есть вы сами себя, вот, ну, как бы не цените, не цените сами себя вы, вот. И очень зависите от своих, значит, родных, очень зависите от своих близких, вот. То есть не опирайтесь на себя. И особенность вот вашего состояния, да, особенность вашего положения заключается в том, что это является, так скажем, нормальным явлением для вас. То есть, это нормальное явление для, например, вашей семьи, к примеру. Это нормальное явление для, вот, вашего окружения. Это нормальное явление. То есть вы, ну, условно говоря, да, условно говоря, вы даже, вот, не задумываетесь в этом смысле, о том, насколько это, ну, как-то вот, корректно, да, то есть насколько корректно, что вы чего-то от мамы ждёте, насколько корректно, что вы ждёте от неё, там, ну, не знаю, там, другой какой-то модели поведения, насколько корректно, то, что вы, там, условно говоря, совершенно или, или практически, да, не опираетесь на себя. Вот. Вы об этом, как-то вот, не задумываетесь, то есть не спрашиваете себя об этом. При том, что ваше действие, ваше действие, ваше, ну, поведение, оно, как-то судит о том, что вам, очевидно, недостаточно. То есть вам, очевидно, недостаточно той жизни, которые, вот, вы, ну, которые вы жили. То есть вам этого мало. Вам хочется, ну, чего-то другого. То есть вы чувствуете, вот, ну, потребность, потребность в том, чтобы жить, вот, в какой-то степени иначе. Иначе бы, ну, иначе бы вы не делали, а-а-а, того, что вы, того, что вы делаете. Иначе бы вы не поступали так, как, так, 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 так вы поступали. Ну, вот, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, э-э, счет заключается в том, что, что вам нужно, э-э, заметить, э-э, свои мотивы, вот. Заметить свои мотивы к тем действиям, которые вы совершали. Признать, что эти мотивы важны для вас, признать, что для вас это имеет значение, имеют очень серьезное, раз вы действовали так, как вы действовали, признать это нужно в первую очередь. И дальше уже смотреть, ну, дальше смотреть именно по существу, дальше смотреть. Но придется, конечно, придется признать, что вы не такая, какой вы себя представляете. Придется признать, что вы, ну, несколько другая, придется признать, что вы немножко не подходите, может быть, под те, ну, те рамки, в которые вы пытаетесь себя, значит, ну, как-то загнать. Вот. И мне кажется, что с одной стороны вы себя обесцениваете, да, то есть с одной стороны вы считаете, что одна не справится, если вы считаете, что одна не сможет там жить, существовать и так далее, с одной стороны. А с другой стороны вам хочется чего-то, вам хочется какой-то свободы, вам хочется самостоятельно решать, ну, вот, как будет ваша жизнь складываться, и, на мой взгляд, это абсолютно нормально, что вам это хочется. Вот. Но вы себя корите за ошибки, вы себя, вы не принимаете свои ошибки, вы себя виноваты. Чувство вины – это, с одной стороны, история про злость. С одной стороны, это история про злость. То есть это история про то, что я злюсь, это история про то, что мне вот там что-то, ну, что-то не нравится, да, я чего-то хочу, с одной стороны, а с другой стороны, это ведь такое ощущение, что это делаю я, что это мой поступок, что это мои решения. Вот. И вы переживаете, ну, по-своему, по-своему переживаете субъектность своих действий, вот. То есть вам это, ну, видимо, вам это болезненно, болезненно переживать, что это делаете вы. Болезненно переживать свою ответственность, ну, свою ответственность, то есть, что это моя ответственность, да, и что я вот, я вот, ну, что это делаю я, вот. То есть, на мой взгляд, здесь ситуация вот такая, такая. Вот. В чем проблема? Проблема в том, что вы бежите от этого ощущения, ощущения того, что совершаете, ну, действия, да, совершаете поступок вы, в этот вы бежите, в этот вы убегаете сейчас. Ну, вот. Ваша задача, на мой взгляд, скромная, привыкать к этому состоянию, в численном находиться, адаптироваться, ассимилировать, ассимилировать это состояние, вот, и, в общем-то, увидеть в нем ресурс, вот, увидеть в нем, как бы, что-то для себя такое. Позитивно увидеть в нем для себя что-то такое важное для вас, вот. Тогда ваша самооценка, ваша уверенность в себе будет повышаться, вот. Сейчас этого, этого не происходит, не происходит, по понятным причинам сейчас этого не происходит, вот. Но, в целом, вы вполне можете этого достичь. То есть, если говорить о том, как вам быть, то я бы, конечно, в первую очередь, ну, вот, рекомендовал бы, наверное, как-то пойти на психотерапию, да, заняться, заняться психотерапией, вот. И дальше, в принципе, смотреть, к чему, ну, к чему вы придете, вот, занимаясь ею, вот. Вот так вот. У вас довольно, у вас довольно много, получается, боли, у вас довольно много непрозитых чувств, эмоций, переживаний, возможно, злости на маму, на мужа, на сестру, вот, все это вы себе подавляете. И, в итоге, это выливается в чувство несправедливости к вам, ну, чувство несправедливости жизни к вам. Вот. Это вот все нужно корректировать. Что касается преждевременной беременности до свадьбы и прочее, то очень похоже, что здесь вы пропускаете свои личные границы, вот. То есть, ну, то есть, грубо говоря, жертвуете собой. Вот. Поэтому с этим тоже нужно поработать, чтобы личные границы были у вас покрепче, чтобы, если вы что-то делали, да, если вы что-то совершали, то, чтобы вы не, ну, как бы, осознавали ответственность свою, 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 свою за это. Как минимум, чтобы, чтобы не было такого, что, вот, там, допустим, ну, допустим, вы решили, да, выйти замуж, да, и, вот. Значит, развелись, и все, и ваша жизнь закончилась. Или решили стать мамой, вот. И вам тяжело с ребенком обновить. То есть, как бы, такая вот история. Ну, вот, это прозвучит, может быть, немножко жестоко, это прозвучит, наверное, может быть, непопулярно, но... А, как мне кажется, становиться родителям нужно в том случае, если вы уверены, что самостоятельно, сами, без, там, допустим, ну, помощи, без помощи сможет, как бы, реализовывать свои родительские обязанности, да. Вот, потому что с людьми вокруг нас сможет произойти все, что угодно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи.